Толкование на откровение Иоанна Богослова, кассета Третья, 18 глава, 18 стих. Со всем описанным перекликается пророчество Изекииля о Тире. Из кораблей своих сойдут все гребцы, корабельщики, все кормчие море, и станут на землю. И зарыдают о Тебе громким голосом, и горько застенают, посыпав пеплом головы свои, и валяясь во прахе. И в световании своем поднимут плачевную песнь о Тебе, и так зарыдают о Тебе. Кто как Тир, так разрушенный посреди моря? Когда приходили с морей товары Твои, Ты насыщал многие народы, Множеством богатства Твоего и торговлей Твоей обогащал царей земли. А когда Ты разбит морями, в пучине, вот товары Твои, и все толпившееся к Тебе упало. Все обитатели островов ужаснулись о Тебе, и цари их содрогнулись, изменились в лицах. Торговцы других народов свистнули о Тебе, Ты сделался ужасом, и не будет Тебя вовеки. Из Ихиев 27, 29. Горе, горе Тебе! Рыдают о Вавилоне цари. Горе, горе Тебе! Рыдают торговцы. Горе, горе Тебе! Плачут мореплаватели. И вдруг резко меняется тон, Раздается торжествующий возглас. Веселись, осен, небо и святые апостолы и пророки, Ибо совершил Бог суд Ваш над ним. Веселись, осен, небо и святые апостолы и пророки, Ибо совершил Бог суд Ваш над ним. Вавилоном. Не к злорадству призываются праведники, Но к великой радости о долгожданном пресечении зла. 18, 20. О прекращении греха. Ничто так не радует праведного, как прекращение греха. Блаженны алчущие и жаждущие правды, И им обещано, что они насытятся. Но нынешний век полон неправды и несправедливости. И поколение за поколением уходят, Так и не встретив торжества истины и справедливости. Уходят, не насытившись правдой. А потому даже в загробном мире души праведников вопиют, Громким голосом говоря, Да коли, Владыка, святые и истины, Не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Но вот наступает день, И совершил Бог суд над беззаконием и беззаконниками В ответ на эту молитву святых о праведном воздаянии. Поэтому и суд здесь назван Суд ваш, то есть святых. Господь ставит себя как бы только исполнителем того суда, Который призывали праведники. Потому веселись осем небо, то есть ангелы, И святые, все вообще праведники, достигшие спасения, Апостолы, ученики Христова, основавшие церковь, И почти все претерпевшие мученическую кончину. И пророки, еще в Ветхом Завете, Предвозвестившие грядущее спасение и суд. Великое веселье у всех святых, Ибо наступил пир, на котором они насытились правдою. Восторжествовало божественное правосудие. Далее святому Иоанну предлагается Символическое изображение падения Вавилона. И один сильный ангел взял камень, Подобный большому жернову, И поверг в море, говоря, С таким стремлением повержен будет Вавилон, Великий город, и уже не будет его. Это напоминает, как в древности пророк Иеремия записал в книгу Все бедствия, которые должны были прийти на Вавилон, И послал Хераию, сына Нирии, Вавилон, прочитать это все там, И наказал ему, Когда окончишь чтение всей книги, Перевяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата, И скажи, Так погрузится Вавилон, И не восстанет от того бедствия, Которое я наведу на него, И они совершенно из не могут. Как стремительно безвозвратно, Не оставляя никакого следа на поверхности моря, Тонет брошенный большой камень, Подобный жернову, Таким же будет и падение великого города Вавилона. Погибнет быстро, в один час, Навечно и бесследно. И Господь употреблял в своих речах Образ тонущего жернового камня, Знак падения и вечного низвержения. Так Он говорил, Кто соблазнит одного из малых, Всех верующих в Меня, Тому лучше было бы, Если бы повесили ему жерновный камень на шее И бросили его в море. Но если так будет наказан соблазнивший Одного из верующих, То сколь более будет наказана великая блудница, Вином своего блудодеяния соблазнившая все народы, Если возможно, и избранных. Камень, подобный большому жернову, Означает и великую тяжесть при грешении города. Из-за этих грехов города уже не будет, Но будет повержен в море вечных гиенских мучений. И голоса, играющих на гуцлях, И поющих, и играющих на свирелях, И трубящих трубами, В тебе уже не слышно будет, Не будет уже в тебе Никакого художника, Никакого художества, И шума от жерновов Не слышно уже будет в тебе, И свет светильника уже не появится в тебе, И голоса жениха и невесты Не будет уже слышно в тебе. Вот и результат. До этого, как в одни ноя, Ели, пили, Женились и выходили замуж. И вот, Внезапно, Быстро, как тонет большой камень, Вверженный в пучину море, Все прекратилось. Прекратилась беспечная, Безоблачная жизнь. Прекратилось вообще все. Нет веселящихся и отдыхающих, Нет искусства, Нет производства, Нет жениха и невесты. Нет ничего. Только ветер разносит дым От пожарища, Да плачет и стонут, Видевшие катастрофу. Неоднократно уже было указано Причины падения Вавилона, Но ангел, вернувший камень в море, Еще раз указывает на причины этого события. Ибо купцы твои были вельможи земли. Не в том грех, что они вели торговлю, Даже и не в том, что они обрели богатство, Но в том, что они все это обратили Не на нужды людей, А на свое собственное обогащение, На прославление себя, На безумную роскошь и увеселение. Причем все это достигалось ими не иначе, Как через принятие печати антихриста И поклонение ему как Богу. Вторая причина падения Вавилона. И волшебством твоим введены в заблуждение все народы. Это о расплевающем влиянии города на весь мир. К тому же мы видим, Что для введения в заблуждение всех народов, Чтобы все поклонились антихристу как Богу, Недостаточно было просто средств пропаганды и насилия. Люди все-таки не хотели принимать антихриста. Тогда необходимо было действовать волшебством. Необходимо было привлечь непосредственно силы преисподней, Чтобы заворожить умы людей и овладеть ими. Тогда во всей силе развернут свои деятели Все тайные мистические общества Масонов, оккультистов, магов, колдунов, сатанистов и прочих. Так что заблуждение людей часто бывает не просто Следствием неведения или неправильного понимания, Но следствием одержимости духом заблуждения, Помутнения в разуме волшебством. Таковым доказывай, хоть сколь убедительно, Их не переубедишь. Они заворожены, одержимы и прельщены. И третья причина падения города та, Что в нем найдена кровь пророков И святых, и всех убитых на земле. У пророка Иеремии так сказано «Обида моя и плоть моя на Вавилоне», Скажет обитательница Сиона, «И кровь моя на жителях халдеи», Скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь. Вот я вступлюсь в Твое дело и отомщу за Тебя. Я сушу море его и сушу каналы его, И Вавилон будет грудой развален Жилищем шакалов, ужасом и посмеянием, Без жителей. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, Так в Вавилоне будут повержены пораженные Всей страны. Иеремия 51.35 Вавилон, как столичный мировой город, Как царица-блудница на водах многих, Виноват не только за убиенных в нем самом, В нем найдена кровь, Но и за всех убитых на земле. Все зверства, учиненные в подвластных Вавилону странах, Зыщутся с него самого. Причем Вавилон виноват не только Крови пороков и святых, Но и всех убитых. Почуяв кровь, Он уже не насыщается только одними христианами, Но убивает кого ему вздумается, Убивает людей, самих не знающих, за что они погибают. Так бывает при диктаторских режимах, Когда начинает уничтожать уже не только неугодных режиму, Но подряд кого вздумается. Чем больше убитых, тем крепче диктатура. Но в один день и один час Вся эта кровь зыщется от рук убийц. Глава 19. После сего Я услышал на небе громкий голос Как бы многочисленного народа, Который говорил Аллилуйя! Спасение и слава, И честь, И сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, Потому что Он осудил ту великую любодейцу, Которая растлила землю любодейством своим, И взыскал кровь рабов своих от руки ее. После того, как святой Иоанн увидел картину падения Великого Вавилона и услышал плач, О нем, жители земли, он услышал на небе торжествующий и ликующий голос. Святой Иоанн не указывает конкретно, кому принадлежал этот голос, Но говорить только, что это был громкий голос, Как бы многочисленного народа. Святой Андрей Кесарийский Разумеет здесь под ликующими хорами Всех небожителей и ангельских сил, И равноангельских людей. Все вместе, как многочисленный народ Небесного Царства, Торжествуют о падении Вавилона, говоря Аллилуйя! На еврейском языке это означает «хвалите Бога». Аллилуйя! Распространеннейший библейский возраст прославления и словословия Богу. И христианская церковь в своих молитвословиях Восылает неоднократное Аллилуйя Богу. Аллилуйя! Ликует небеса спасение и слава и честь и сила Господу нашему. Более правильный перевод «спасение и слава и сила». Подобное словословие небожителей мы уже несколько раз встречали в Апокалипсисе. Спасение Господу наступило через падение Вавилона, ибо весьма досаждал ему этот город своими грехами. И вот теперь Господь как бы спасен от того, чтобы всегда это видеть и терпеть. Никто, ничто так не оскорбляет Господа, как грехи его творения. Но вот грех пресечен, и он спасен от созерцания греховной бунтующей твари. Спасены и христиане от своей страшной гонительницы великой блудницы. Спасены верные от козни дьявола. И слава Господу за суд, в котором восторжествовала справедливость, за низложение города греха, за торжество всемогущества Божия и сила. Ибо отныне Господь упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо ему надлежит царствовать, да будет Бог все во всем. В падение Вавилона будет высшее проявление Божией силы на земле. Так небожители были побуждены к этому чудному словословию. Ибо истинны и праведны суды его. Земные суды часто служат лжи и неправде. Но истинны и праведны будут суды Божии. Потому человек, оставь всякую лошади правду и соделайся служителем истины и правды. Истинность и праведность судов Божиих проявится двояко. Во-первых, потому что он осудил ту великую любодейцу, которая расклила землю любодейством своим. Не вечно ей оказывать свое пагубное действие на мир. Но осудил ее Господь на вечную погибель. Грех пресечен. Во-вторых, он взыскал кровь рогов своих от руки ее. Рука блудницы проливала невинную кровь рабов Божиих. Души убиенных вопияли о возмездии. Возмездие наступило. И души праведных возликовали и прославили Господа за праведное воздаяние. Как свою собственную скорбь воспринимали ангелы небесной скорби праведников. Как о своем собственном освобождении ликуют они теперь вместе с ними. О чудное ликование небес! Ныне в немощих и скорбях, ныне с надорванными и хриплыми голосами, ныне немые и глухие. Тогда возликуют прославленными голосами вместе с ангелами громким голосом, как бы многочисленного народа. Ныне шум и крики многочисленного, неведающего Бога, народа глушат стройное пение верных. Тогда пение многочисленного народа верных огласит вселенную своей ангельской красотой. И вторично сказали «Аллилуйя!» 19.3 Так как бы подчеркивается «Аминь! Аминь! Истинно так!» И высылает сугубую «Аллилуйю» Богу. И дым ее восходил во веки веков. Это подобно пророчеству Исаии. И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее. 34.9 Десять царей разрушат Вавилон и сожгут его. И дым от его развалин перейдет в дым вечного огня гиенских мучений. Так земной суд над Вавилоном будет уже окончательным и ознаменует собой начало страшного суда. Подобное бывает и сейчас. Если человек еще при жизни окончательно и сознательно отворачивается от Бога, куля Духа Святого и всякую благодать, то Господь попускает иногда еще на земле совершиться суду над ним. И это суд окончательный, знаменующий для этого человека начало вечных мук. За такого, говорит апостол Иоанн, не должно и молиться. Вот пример такого случая. В назначенный день Ирод, одевшись царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу. И он был изъеден червями и умер. Так муки от этих червей перешли для Ирода в вечные муки гиены, где червь их не умирает. Дым от пожарящего Вавилона, восходящего веки веков, означает также, что посланные на Вавилон наказания на земле никогда не будут забыты. А также и то, что с земным разрушением и огнем наказание Вавилона не ограничится, но перейдет в вечные муки гиенского огня. Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь! Аллилуйя!» В словословии небожителей включаются теперь ранее уже неоднократно виденные нами у престола Божия двадцать четыре старца и четыре животных. Они подтверждают небесное словословие, говоря «Аминь!» Истина так! И сами вторят «Аминь! Аллилуйя!» Бог представляется здесь, сидящим на престоле. Под этим подразумевается или Его особое место пребывания на небесах, Его особое место славы, или же это высшие ангельские силы, престолы Херувимы и Серафимы. Ему, Богу, сидящему на престоле, «Аминь! Аллилуйя!» Но как бы и этого словословия еще недостаточно, и голос от престола и шел, говорящий «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» Еще не все включились в словословие небес. Теперь же голос от престола Божий призывает всех рабов Его и боящихся Его воздать хвалу Богу. Никто не должен остаться в стороне. И малые в добродетели и подвигах простые христиане, и великие светила церковные, учителя, подвижники, мученики, все должны славить Бога. Из этого мы можем извлечь для себя и практический урок. Прославление Бога и служение Ему не есть и не должно быть исключительно делом церковной иерархии монахов и подвижников. В этом должны участвовать все, малые и великие. Это дело каждого христианина. Каждый, по мере полученного от Бога дара и призвания, должен славить Бога и служить Ему всем сердцем и всей душою. Каждый должен найти свое место в хоре, хвалящем Бога. Хвалишь ли ты Бога? Служишь ли Ему? Или стоишь безучастно в стороне? Чей же это голос от престола, призывающий хвалить Бога? Это не голос самого Бога, ибо он говорит такие слова «Бога нашего». Но это может быть голос Агнца Христа, говорившего некогда в своем восхождении к Богу моему и Богу вашему. Или же это голос высших ангельских сил, престолов, херувимов и серафимов? И в ответ на этот призыв пишет святой Иоанн. Слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Теперь раздается прославление Бога от всего собора святых. Святой Иоанн дает тройное сравнение звучности и силе этого голоса. Он, как голос многочисленного народа. Второе, как шум вод многих. И третье, как голос громов сильных. Столь торжественно величественное и потрясающе пение всех святых, под которыми некоторые разумели упомянутые псалмопевцам воды, которые превыше небес. Псалм 148.4. И поют они опять не иное что, как «Аллилуйя!» Эта «Аллилуйя» превзошла предыдущая по красоте и силе исполнение. Это был высший момент небесного торжества. О чем же ликуют теперь небеса? О том, что «Воцарился Господь Бог Вседержитель!» Этого царения произошло через незвержение Вавилона и уничтожение нечестия, а также через утверждение нового порядка вещей, через установление во всей вселенной нового царства, царства Господа Бога Вседержителя. Сейчас, душа, ты видишь часто торжество несправедливости, сил тьмы и нечестия, имеешь скорбь, живя в мире. Но утешайся тем, что настанет день, и наступят суды Божие, зло пресечется, Господь воцарится. Трепещи, однако, сама делать зло, дабы не подвергнуться вечному сокрушению, но со всеми небесными силами воспой. Аллилуйя! Далее, словословие небожителей переходит в гимн о браке Агнца и жены его, стих 7-9. При этом слова 7-8 по-прежнему принадлежат собору святых и ангелов, а слова стих 9 принадлежат одному ангелу, беседующему со святым Иоанном. Ликуя и торжествуя, все небожители обращаются друг ко другу. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу!» 19-7. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах!» призывал Господь своих последователей еще на земле. А святой апостол Петр утешал верных христиан. «Но как вы участвуете в христовых страданиях? Радуйтесь! Да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете!» И вот наступил последний момент мировой истории. Пал Вавилон! Наступает явление славы Божией, а потому призывает друг друга святые. «Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу!» «Ту славу, которая одному ему приличествует!» и о которой он говорил «Не дам славы моей иному!» Исайя 42, 8. «Блажен, кто в тот день будет приглашен к радости и веселью, а не разразиться в воплях отчаяния!» И далее указывается причина, особо побудившая небожителей призывать всех к радости и веселью. «Ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя!» Это о союзе Христа и Церкви, который многократно и таинственно означается в Священном Писании как союз жениха и невесты, мужа и жены. Таким же образом означался уже и союз Господа с Израилем, Ветхозаветней Церковью. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваов имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев. Богом всей земли назовется Он, ибо как жену, оставленную и скорбящей духом, призывает Тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. «На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью восприму Тебя». Подобным образом изображается отношение Господа к Израилю и у пророка из Икииля. Исайя 54, 5. «И проходил я мимо Тебя и увидел Тебя, и вот это было время Твое, время любви. И простер я воскрыли риз моих на Тебя, и покрыл наготу Твою, и поклялся Тебе, и ступил в союз с Тобою, говорит Господь Бог. И Ты стала моею, а мыл я Тебя водою, прообраз крещения, и смыл с Тебя кровь Твою, и помазал Тебя елеем, прообраз помазания Духом Святым, миропомазания. «И надел на Тебя узорчатое платье, обул Тебя с афьяровой сандалией, опоясал Тебя весоном, знак оправдания и праведности, и дал на голову Твою прекрасный венец» Иезекииля 15, 8. «Как о Своем обручении с народом говорит Господь через пророка Осию, «Я обручу Тебя мне навек, и обручу Тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». Осия 2, 19. Новый же Завет особенно переносит эти отношения на союз Христа со Своей искупленной Церковью. Женихом именовал себя Христос, когда был на земле. Так, на вопрос, почему его ученики не постятся, он ответил, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься». И если своих учеников Христос назвал сынами чертога брачного, то святой Иоанн Предтеча был другом жениха на этом браке. Так сам Иоанн Креститель сказал о Христе, церкви и о себе. «Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась». И опять-таки союза жениха и невесты, мужа и жены, сравнивается благостное соединение души и вообще церкви со Христом. Так апостол Павел говорит Коринфянам, «Я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». А в другом месте святой Павел говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца свою и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайность я велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Когда спал Адам, то от ребра его была взята жена, а потому оставляет человека отца и мать своих, чтобы снова соединиться с нею. Когда уснул Христос на кресте в сном смерти, то от прободенного ребра его истекли кровь и вода. И вот в благодатной воде крещения и крови святого причащения рождается церковь, рождается для вечной жизни душа христианская. Так от ребра Христова взята церковь, невеста его возлюбленная. Потому оставит он во втором своем славном пришествии отца своего небесного и причистую Матерь Марию и придет как жених к невесте за своей церковью. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые взяв святильники свои вышли навстречу жениху. Пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир. И вы будьте подобны людям ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы когда придет и постучит тотчас отворить ему. Как и святая церковь поспевает на страстной седмице 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 святой бога и седмице вошли и седмице Если пришествие Христова сравнивается с приходом жениха за невестой, то само соединение и вечное торжество Христа с церковью, Бога с человечеством, именуется брачным пиром или брачной вечерей Агнца. Это неизреченное таинственное и всецелое соединение человека с Богом. Об этом и песнь небожителей. Ибо наступил брак Агнца, наступил заветный и вожделенный час. Но в брачный чертог нельзя вступать без брачной одежды, и потому жена его приготовила себя. Долгие века христианская церковь жена Агнца приготовляла себя к встрече с небесным женихом. Как же она приготовляла себя? Это приготовление заключалось в разработке все большем углублении и кристаллизации церковного учения, отсечении всевозможных пагубных ересей, создании и совершении дивного и неповторимого богослужения, в бесчисленных подвигах святых подвижников, монахов и мучеников, в свидетельстве миру божественной истины, явлении небесной, нетварной красоты и излияния людям мира, добра и любви. Это приготовление церкви заключалось в благодатном освящении каждого своего чада и приведении его ко Христу, к небу. Последние приготовления церкви совершатся в одни страшных гонениях Антихриста. Выйдя из этого всеочищающего горнила, церковь будет окончательно приготовлена. Все приготовления ко браку закончены, светильники зажжены. Время к полуночи остается только жениху войти в брачный чертог. Скоро небесный брак. Душа, приготовила ли ты себя? И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. 19.8 Это и есть брачная одежда жены церкви. В ней она имеет право вступить в небесный брачный чертог. Сколь сильнее отличается эта одежда от одежды великой блудницы. Там было все роскошно. По-царски. Порфира, багреница, золото, драгоценные камни, жемчуг. Здесь же чистая льняная одежда, означавшая святость жены. Святой Андрей Кесарийский объясняет значение весона, как светлость в добродетелях, тонкость в разумении и высоту в размышлении и созерцании. Сам тайнозритель дает двойную характеристику весона. Чистый и светлый. То, что весон чистый, означает, что церковь очистила своих чад от всех согрешений и пороков. То, что он светлый, означает, что она просветила их нетварным светом и соделала светом миру. Просветила их небесной благодатью. Как бы соткала их существо из тонкого света. В такую одежду никто не может облечься сам. Самостоятельная попытка очистить от грехов и приобщиться неземного света является плодом духовной прелести и приводит к чистоте и свету в собственных помутнившихся глазах, а также перед заблуждающимися и бродящими во тьме людьми. В отях же божиих и святых это не чистота и мрак. Таковы ложные религии и безрелигиозность, вынуждающие человека самому достигать то, чего он достичь не может. И что ему может быть только дано, как и здесь сказано, что дано было ей облечься весом. Не сама она этого достигла, но дано было ей от Бога, как дар Божий. И далее поясняется, без сон же есть праведность святых. Святые облекаются праведностью тем, что их оправдывает пред Богом. Что же может нас, падшую тварь, оправдать перед Творцом? Во-первых, никакие собственные усилия сами по себе, ибо помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Бог, все милующий по своему неизреченному человеколюбию воплотившись, пролил свою причистую кровь и ею оправдывает нас. И теперь в святых таинствах человек, получая оправдание даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе, облекается в чистую и светлую одежду, которая есть праведность святых. Только эта одежда, полученная в таинствах, и может нас оправдать перед Богом, ибо в таинствах облекаемся самого Христа, который есть оправдание наше. На эту одежду надо сохранить в чистоте и светлости, иначе она не поможет. Это достигается верой, покаянием, духовными подвигами, молитвой и добрыми делами. Это можно сравнить так. Дает нам одежду иной, Христос в таинствах. Но носишь ее, носить ее нам самим, наша добродетельная жизнь во Христе. На этом заканчивается небесное словословие, слышанное святым Иоанном. Далее с ним говорит один ангел. «И сказал мне ангел, напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». 19.9. В подлиннике слова «ангел» слова нет, но из сопоставления со стихом 10 действительно можно подговорящим здесь разуметь ангела. Подчеркивая большую важность своих слов, ангел повелевает не только выслушать сказанное им, но и записать. «Напиши, блаженный званный на брачную вечерю Агнца». Мы уже видели, что означает брачная вечеря Агнца. Быть ее участником – это высшее блаженство. Но она будет только в вечности после страшного суда. Только когда последний спасаемый войдет в спасительный корабль в церкви, и уничтожено будет зло, только тогда возможно будет неизвеченное соединение твари с Творцом на брачной вечере Агнца. Однако и не вкусив еще блаженство того небесного брака, уже сейчас на земле блаженны званые на брачную вечерю. Ибо званные на небесный пир не ждут бессмысленного исчезновения человеческой жизни в никуда, как неверующие. Не отчаиваются от ужасов вечной погибели. А таковы говорил Христос, что верующий в пославшего Меня перешел от смерти в жизнь. Таковые блаженны уже тем, что они званы на божественную вечерю на небесах, и этим они утешаются и укрепляются в земных скорбях. Эти слова ангела перекликаются со словами небесного голоса в 14.13. Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Да, воистину блажен, кто уже на земле уготовил себе место на небесах. Святой Андрей Кисарийский так разъясняет различные названия будущего века. Он называется Царство Небесное по его славе и честности, рай по неоскудению трапезы наслаждений, лона Аврамова, по упокоению в нем усопших, чертог и брак, по бесконечному веселью и истинному неизвеченному соединению Бога с его рабами. Для усиления впечатления от своих слов, озванных на вечерю Агнца, и для подтверждения их истинности и божественности в происхождении, ангел сказал святому Иоанну, «Сие суть истинные слова Божии, и верен призывающий вас, который сотворит сие». Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, «Смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Такой сценой заканчивается видение небесного торжества о падении Вавилона. Святой Иоанн поклоняется ангелу, но тот не принимает его поклонения и указывает ему, чтобы он поклонился Богу. Это одно из основных мест священного писания, приводимого сектантами, против православного догмата о почитании и поклонении ангелам. При этом они говорят, что вот апостол Иоанн хотел поклониться ангелу, но тот запретил ему это сделать, указав, что поклонение надлежит совершать только Богу. «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». Православные же поклоняются не только Богу, но и ангелам, и совершают им службы, чем и нарушают закон Божий. То, что такое толкование сектантов вместо священного писания неверно, легко видно из следующих соображений. Во-первых, откровение было получено святым Иоанном на острове Патмосе в 95-96 году. Или даже если допустить версию раннего написания апокалипсиса, то в 67 году, по крайней мере, не может сомневаться в том, что ко времени получения откровения уже были насаждены церкви во всей Малой Азии, Ефесис, Смирни, Пергаме и прочее. Апостолы уже разнесли весть о Христе по многим странам. Так неужели после того, как им была оглашена вся Римская империя, они все еще не знали той основной истины, кому належит поклоняться, а кому нет? О чем же они тогда проповедовали язычникам, если они все еще не знали и не умели объяснить, кому можно поклоняться, а кому нет? Неужели Иерусалимская Церковь, когда ей еще управляли все двенадцать апостолов, и которые часто были явления ангелов, так и не знала, что делать в таких случаях, и поклонялась в своем неведении ангелам, в то время как этого нельзя было делать? Неужели одиннадцать апостолов и авторы новозаветних священных книг все так и умерли, не узнав точно, кому можно, кому нельзя поклоняться? И вот только в конце жизни об этом сообщается апостолу Иоанну. Получается, что учителя истинного Бога поклонения, учителя, не знали, кому следует поклоняться? К такому абсурдному выводу приводит сектанское толкование. К тому же можно заметить, что вопрос о дозволенном и недозволенном поклонении был вообще решен еще в Ветхом Завете. Иудеи это прекрасно знали. Не знали этого только язычники. Во-вторых, если апостолу Иоанну здесь наконец-то объясняется, что ангелам нельзя кланяться, а только Богу, то почему он через краткое время совершает ту же самую ошибку? Смотри, 22.8. Ведь не мог же в самом деле святой Иоанн забыть так быстро такую истину. Ведь все это происходит не до дня Пятидесятницы, а когда он уже давно является столпом в церкви. Как же тогда объяснить все случившееся со святым тайно-зрителем? Объяснение заключается, собственно, в словах самого ангела. «Я сослужитель тебе и братьям твоим». Ангел ставит себя в один ряд с апостолом и вообще всеми христианами, братьями. Зачем ему потребовалось это объяснять святому Иоанну? Не потому ли, что тот принял его не за служителя, а за самого владыку Христа? Уже и ранее Христос являлся ему в различных видах, то в виде Сына Человеческого, то в виде Агнца. А в 21 стихе мы действительно увидим Христа, явившегося в виде ангела. Ангелом завета называет Христа пророк Малахия 3.1. Таким образом, святой Иоанн, пораженный видением небесного торжества, принял явившегося ангела за самого ангела завета Иисуса Христа и пал к ногам его, чтобы поклониться ему, как Богу и владыке. Но он сказал мне, смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись. Божеское поклонение надлежит только Богу. Ангел как бы говорит святому Иоанну, тебя поразило то свидетельство, в котором я явился тебе. Но ведь в свидетельство Иисусова есть дух пророчества. И ты, Иоанн, и братья твои, и я, ангел, все мы, имеющие свидетельство Иисусова и возвещающие миру тайны грядущего, совершаем это не от своего ведения и разума, но через дух пророчества, который от Бога. А потому Богу поклонись. Так мы видим и смиренно мудрее святых ангелов, не присваивающих себе, подобно демонам, божескую славу. О том же, что ангелам, как ангелам надлежит честь и поклонение, многократно свидетельствует само священное писание. Примеры пророка Валаама, Иисуса Новина, Манои и жены его, родителей Самсона, Тавито и Товия, Давида и старейшин его, пророка Даниила, показывают, что ангелам приличествует поклонение, как ангелам, и ангелы его принимают. Также мы видим в Священном Писании, что и святым надлежит поклонение, как святым. Божеское же поклонение надлежит только Богу. И когда его оказывали ангелам или святым, то те его отклоняли от себя. О том, что по примеру Ветхозаветней Церкви и первые христиане почитали ангелов, мы можем судить, например, из такого древнейшего свидетельства, святого Юстина, философа и мученика, второй век. Мы чтим как Отца правды, так и пришедшего от Него Сына вместе с воинством прочих последующих и уподобляющихся Ему благих ангелов и открыто преподаем эту всякому желающему научиться так, как сами научены. Апология 1, пункт 6. А Седьмой Вселенский Собор в 787 году ясно учил. Восторжно также принимаем мы Господни и апостольские пророческие изречения, которыми мы научены почитать и величать, во-первых, собственно и истинно Богородицу, всех небесных сил высшую, а также и святые ангельские силы, блаженных и всехвальных апостолов и пророков, славных и победоносных, подвязавшихся за Христа мучеников, святых и богоносных учителей и всех преподобных мужей и просить их ходатайства, так как они могут нас приближать к Царю всех, Богу, конечно, если мы будем соблюдать Его заповеди и стараться жить добродетельно. Небесный садик на белом коне 19.11 «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый и сидящий на нем называется, верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Начинается новое видение «И увидел я, — пишет святой Иоанн, — отверстие неба». Этим означается, что пришествие судьи будет с небес. Саба и небо раскрываются, чтобы дать проход на землю белому коню и сидящему на нем всаднику, имеющему совершить суд. Как небо некогда скрыло от глаз апостолов возносящегося Господа, так же оно и откроет его глазам грешного человечества в конце веков. описанное в стихах 11-21 картину суда, можно рассматривать как своеобразное продолжение описания брачного пира в первой половине этой главы. Итак, через отверстие неба видит святой Иоанн. «Вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный». Такое имя в собственном смысле приличествует только самому Христу. Как и в 13-м стихе, он явно будет назван «Слово Божие». Сын Божий — Христос. «Всякий человек — ложь, и нет среди людей никого, кто по своей природе был бы верный и истинный. Природа человека испорчена тем, кто лжец и отец лжи, и когда говорит он ложь, говорит свое. О явившемся же всаднике сказано, что он называется верный и истинный, а имя отражает существо, носящего его. Неслучайно поэтому в Ветхом Завете, праведникам, вступавшим в новое отношение к Богу, давалось и новое имя. Авраам — Авраам, Сара — Сара, Иаков — Израиль. Неслучайно и в Новом Завете в крещении дается человеку новое имя, как обретшему новое существо, а также при уходе из мира в монашество человек тоже получает новое имя. Господь же говорит о себе, «Я и есть им истина». Это его имя, его существо. Он верный и истинный. И это его особенное имя, как судьи. Он верный себе, своим обетованиям и своему закону, и будет всех судить по истине. Верным и истинным он явится судить мир. Конь белый означает светлость святых, восседая на которых Христос будет судить народы. Белого коня, соседающим на нем всадником, видел святой Иоанн в начале своих апокалиптических видений. Тогда он вышел как победоносный, и чтобы победить, имея все, чтобы одержать победу, то было начало апостольской проповеди, теперь и ее венец. Первый белый садник был провозвестником второго. То были вестники Христа, теперь сам Христос. То было начало победоносного сражения, теперь его конец. То были воины, посланные одержать победу. Это владыка, победитель, сам явившийся наградить победителей и осудить побежденных служителей греха. О нем и сказано, который праведно судит и воинствует, ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Под началом Христа и Его ратники вели праведную брань на земле с грехом и всякими нечистыми силами ада. Христос праведно воинствует с лукавым и всей нечистой силою. Но придет время, кончится время благодати, кончится лето Господне благоприятное. И Он будет праведно воинствовать с неприявшими Его грешниками. Он пошлет свои наказания на грешный гибнущий мир, и Он же будет праведно судить неверных. Тогда никто не скажет, что суд будет неправедным, ибо каждому будет открыто, что он собою представляет. И грешная, о душа, склонись ныне перед милосердным владыкою, дабы не увидеть его воинствующего с тобою, дабы не подпасть его праведному суду. Отче у Него, как пламень огненный, и на голове Его много дядин. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Таков Христос, как Судья. Отче у Него, как пламень огненный, всепроникающие, всевидящие и испепеляющие всякое зло и грех. Он неподобен многим земным судьям, очи которых часто помутнены подарками, страхом, карьеризмом, пристрастием, ложью. Всеиспытующим огненным пламенем возрит на Тебя Твой Судья. И что ответишь Ему, душа? И на голове Его много дядин в знак Его царской власти. Являлся и антихрист с десятью дядинами на рогах своих головы. Но царство Его оказалось непрочным. Он возомнил о себе судить вселенную, но сам оказался подсудимым. Ибо явился царь, царей Господь господствующих, который праведно судит и воинствует. Множество диадин на голове Христа означает, что Ему дана всякая власть на небе и на земле. Также это означает Его победу над грешниками на суде, как и сказано у Давида Псалмопевца. И победившие внегда судить идти. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его самого. Мы уже видели, что имя отражает существо, носящего Его. Имя божественного всадника на белом коне никто не знал, кроме Его самого. Это о непостижимом существе Сына Божия, предвечного Логоса. Как Он и Сам говорил о себе, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына». Непостижимому существу Божию соответствует Его непостижимое и тайное имя. «Потому и ответил некогда маною ангел Господень, что ты спрашиваешь об имени Моем? Оно чудно!» Судьи 13.18. Священное Писание открывает нам много имен Сына Божия по домостроительству спасения и по Его отношению к твари, как Иисус Спаситель, Эммануил, Пастырь, Путь, Истина, Жизнь и другие. «О Боге же в самом себе, о Его сущности, мы не можем знать более того только, что Он есть им сущий». Мы знаем, что Он сущий, но не знаем Его сущности, Его имени, как о том пишет святой Григорий Богослов. «Непостижимым же называем не то, что Бог существует, но то, что Он такое». Что Он такое? А святой Ирине Ильонский писал, «Мы не постигаем совершенно существ и предметов, ограниченных, которые всегда перед нашими глазами, не постигаем своей души и соединения души с телом. Как же нам понять Бога?» Но если нам невозможно постичь существо предвечного слова Логоса, то Ему возможно явиться в нашем существе и открыться нам. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие». Это-то то, о чем святой Иоанн Богослов говорит в другом месте. «И Слово стало плотью». «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Предвечному, непостижимому, таинственному Богу Слову было угодно облечься, как в некую одежду, в причистую и нетленную плоть. Мы не видим того, кто в одежде, но видим его одежду. Мы не видим того, кто есть Слово Божие, не знаем его божественного имени, но видим его плоть и знаем его человеческое имя – Иисус. Далекий становится близким, неведомый – ведомым. Иисус – Спаситель имя Ему, а потому Он облечен в одежду плоть, обогренную кровью, Своею на Голгофском кресте. И эта кровь не померкла, не стерлась с одежды Его, с плоти Его в течение многих и долгих веков. Нет той самой плоти, обогренной Моей кровью, в которой Он висел на кресте. В той самой и вошел на небо, в ней Он и вернется с неба на землю судить живых и мертвых. Сей грядет с облаками и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей – Аминь. С другой стороны, одежда, обогренная кровью, означает пришествие Христа на суд и истребление им всех нечестивых. Так у Исаии сказано, «Кто это идет, а ты дома, червленых ризах от вассора, столь величественной в своей одежде, выступающей в полноте силы своей? Я изрекающий правду сильный, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красное и ризу тебя, как утоптавшего, в точиле? И отоптал точила один, и из народов никого не было со мною, и я топтал их во гневе моем, и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Исаии 63.1 Христос является на страшный суд, уже обогренный кровью грешников, так как частично уже совершил суды свои над землею. Уже были посланы страшные казни, чаш гнева Божия на антихристово государство. Уже пал вавилон, оплот и твердыня всякого греха и нечестия. Уже брызгала кровь наказываемых грешников. И как о первом пришествии Христа в мир было сказано, и слово стало плотью, так и во втором его пришествии. Имя ему – Слово Божие. Этим означено и его сыновнее, ипостась, и бесстрастное от Отца рождение, как слово происходит от ума. Этим и означено, что он имеет в себе разум всего сущего. Им, через него, и для него все создано и существует. Он – правозвестник Отчей премудрости, силы. Слово – Логос. Пришло спасти мир. Оно же придет и судить его. Христос, всадник на белом коне, явится на суд не один, но в сопровождении целого небесного воинства. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Под воинством небесными следует разуметь сонмы ангелов. Об этом пророчествовал еще пророк Енох. «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих». Христос грядет во славе Своей и Отца святых ангелов. Как и апостол пишет, что будет явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Подобно своему предводителю, ангелы изображаются всадниками «На конях белых, облеченных в весон белый и чистый». Небесная сила отличается тонкостью природы, высотой разумения и светлостью добродетелей. Они святы и совершенны. Но есть и отличие их от Христа. У Христа одежда обогрена кровью, а у ангелов нет. Это имеет двоякое значение. Во-первых, этим означено, что спасение наше совершено только Христом. Только Он пролил на кресте за мир свою честную кровь. Только Его тело было обогрено кровью за грехи мира. Только кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Ангелы же только споспешествовали Христу в том, что совершить Он должен был Сам. Они сами обличены весом белый и чистый. Безгрешны, но не могут никого очистить Своей силой. Только обогривший Свою одежду Своей кровью может нам сказать, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красный, как пурпур, как волну убелю. Во-вторых, и в кончину века весь суд совершит Христос, ибо Отец весь суд отдал Сыну. Ангелы будут только слугами Его, спаспешниками Его, славой Его. Но суд вершить будет Христос. И потому только Его одежда будет обогрена кровью наказуемых. Никто не скажет, что Меня спас Ангел, или что Меня осудил Ангел. То и другое совершает только Сам Христос, Бог. Ангелы же сослужат Ему при этом. Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. 19.15 Исходящий из уст Христовых острый меч, есть Его Слово, которым Он будет судить народы. А суд над грешниками обратится в страшное поражение их. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. И судит о мышлении и намерении сердечные. И нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его. Ему дадим отчет. Так Слово, исходящее из уст Христовых, будет как меч. Судить и поражать в последний день. Он пасет их, жезлом железным. Христос всецело подчинит нечестивые народы Своей власти, Своему решению, и подвергнет их Своему суду. Он будет их пасти, жезлом железным, вечных нескончаемых мучений, которых не испытают праведные. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Эта образная картина суда Божией уже была объяснена. Так в трех образах острого меча, железного жезла и точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя показан суд, который совершит всадник на белом коне над народами. Как у всемогущего судьи вселенной на одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих» 19.16 «Царь, цари и господа земного, земные часто мнят себя стоящими превыше всего. Особенно это будет при Антихристе. Они гордо превозносятся над всеми и всем и уповают на свою власть и силу. Придет царь этих царей и Господь этих Господь и сразит их за гордыни и нечестие. С другой стороны, Христос есть царь в своем духовном царстве, в церкви, которую он основал. Тогда можно разуметь, что он царь царей, царствующих над страстями, царь христиан, которых он соделал царями, и Господь господствующих над грехами. Он царь и Господь, имеющих во царице и господствовать с ним в будущем веке. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих». 19, 17, 18 Этим событием будет предваряемо окончательное погубление грешников. Это видение святого Иоанна можно разуметь так. Ангел, стоящий на солнце, окружен ослепительным светом, и не может быть видим людьми, как невозможно смотреть на солнце. Люди не смогут воззреть даже на вестника страшного суда. Сколь же страшен будет сам судья! Этот ангел один из высших, так как повелевает прочим ангелам, изображенным под видом птиц, по причине быстроты и высоты их полета. Летающим посредине неба, птицам, ангелам своим, своим ходатайством суждено послужить для людей ступени восхождения с земли на небо. В воздушных местах обитали нечистые силы. Теперь же ангелы освещают эти небесные места от вражьей силы, готовая путь к Христу на землю, а людям на небо для встретения со Христом. Воскликнув громким голосом, повелевает верховный ангел другим, «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию!» Некогда Иисус Христос говорил, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Так и здесь великою вечерью названо окончательное и последнее исполнение Христом воли Отца. Отец весь суд отдал Сыну, и вот Сын выполняет это дело, последнее в мировой истории. Это великое вечеря Божие, на которое каждый вкусит, что заслужил, либо жизнь вечную и небесное благо, либо наказание и мучение. На эту вечерю призываются ангелы среди неба, всегда взиравшие на землю, и все беззакония, творившиеся на ней, чтобы пожрать трупы нечестивых, как хищные птицы, орлы, коршуны и другие слетаются на падаль, пожирая трупы. Так ангелы с неба должны будут уничтожить и убрать все плотское, все, что останется на земле после великого поражения, которое потерпят восставшие на Бога народы. Это поражение будет описано в следующих стихах, а пока перечисляются все классы людей, которые падут в этом сражении. Трупы царей, которые будут царствовать при Антихристе, трупы сильных мира всего, трупы тысячи начальников в войсках и гражданских управителей, трупы коней, людей, женоневистовых и находящихся во власти лукавства, а также этим означено все употребляемое людьми в борьбе с Богом и сидящих на них на конях. Это преимуществующие во зле и грехах. Свободные и рабы, и малые, и великие. Или буквально будут такие деления в обществе и всех классов, предавшиеся греху погибнут. Или же свободные и великие – это согрешившие много и по своему произволению и желанию. А рабы и малые – это согрешившие менее и по неразумию, или возрасту, или нужде. Все это видение ангела на солнце, созывающего небесных птиц, можно разуметь и несколько иначе. Небесный ангел, стоящий на солнце, созывает громким голосом хищных птиц, орлов, поршунов и других, летающих посредине неба, в самом зените, чтобы участвовать в Великой Вечере, представляющей собой страшную противоположность вечери Агнца, как и написано, «И будут трупы народа сего пищей, птицам небесным и зверям земным, и некому будет отгонять их». Иеремия 7, 33. Трудно себе точно представить, каким именно образом произойдет последнее восстание на Бога, но оно произойдет, и вот результат. Ангельский призыв хищных птиц питаться трупами врагов Божьих есть указания на ужасы и страдания грешников, которые они потерпят при втором пришествии Христовом и при окончательном перевороте во всем мире. Как при звуке последней трубы мертвые воскреснут, а живые праведники во мгновение ока изменятся и облекутся в тела нетленные, и Христос уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, так и грешники изменятся и примут тело сообразное и соответствующее для гиенны огненной. Как блажен будет переход в нетленное тело праведных, так мучителен и ужасен будет переход грешников в их новое тело для вечных мук. Может быть, они при этом испытают все муки и ужасы всевозможных родов смерти. На все эти последние земные муки грешников и указывают пожирание их трупов небесными птицами. И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. Это развязка. Последняя битва сатаны со Христом, тьмы со светом. 19.19. Как две рати, сошедшиеся на поле брани, стоят напротив, и противники хорошо видят друг друга. Их разделяет только поле, на котором вот-вот начнется жаркая кровавая сеча. Так видит святой Иоанн два воинства, готовых к сражению. Одно, зверя Антихриста и царей земных, другое, сидящего на коне, то есть Христа Вседержителя. Трудно себе представить, как именно воздвигнет Антихрист эту брань на Христа. С одной стороны, здесь можно разуметь сражение, на которое Антихрист соберет царей земли и всей Вселенной на место Армагеддон, в он и великий день Бога Вседержителя. В этой долине соберутся все цари и воинства земные Антихристом, и будет брошен безумный вызов самому Богу и воинству Его. Также здесь можно разуметь вообще все то нечестие, богохульство и богоборчество, которое утвердит Антихрист в своем царстве. Земля вооружается против неба, тварь подымает руку на Творца. Безумство восставшего на Бога человечество достигло вершины и предела своего. О собрании нечестивых сказано во множественном числе воинства по причине многообразности греха и его служителей. Ратники Христа названы в единственном числе воинством Его, поединству их воли и цельности. Все множество ангельских сил и равноангельских людей представляют собой единое воинство Христово. В начале времен еще до сотворения человека Сатана произвел на небе войну. Тогда Архангел Михаил со своими ангелами низверг его с неба на землю. То было первое сражение дьявола с Богом. Теперь последняя битва после бесчисленных, воздвигавшихся им во все времена борьбы света и тьмы. В первый раз на восставших ангелов Господь послал ангелов святых. Они не звергли нечистую силу, но не уничтожили. Тварь сражалась с тварью. В последний раз Господь Сам, божественный всадник, с небесным воинством на белых конях, является на битву. Чтобы навсегда и окончательно уничтожить всех своих врагов. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших на чертани зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серую. 19-20 Неудостойен был антихрист сражения со Христом, но схвачен был звери с ним лжепророк. Велики они были через свои обольщения, чудеса перед людьми, казались непобедимыми и несравнимыми. Насколько жалко ничтожен их вид, когда они маленькие, бессильные, злые, схвачены небесным садникам и не способны оказать никакого сопротивления, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серую. Вот и весь бесславный и позорный конец смнившего себя Богом. Всегда помни это, братья, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Гибель Антихриста Писание описывает подобными словами и в других местах. Так Исаия говорит, что Господь жезлом муд своих поразит землю и духом муд своих убьет нечестивых. 11.4 И апостол Павел непосредственно пишет об Антихристе, которого Господь Иисус убьет духом муд своих и истребит явлением пришествия своего. Итак, когда Христос явится судить мир, то первыми будут наказаны Антихрист и лжепророк. Причем их богомерзкое существо и нечестие будут столь очевидны, что они будут наказаны без суда. Сказано и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, но для Антихриста и лжепророка будет исключение из этого правила. Они не увидят первой телесной смерти и не будут судимы, но, будучи схвачены небесным садником Христом, сразу без телесной смерти живые будут брошены в озеро огненное или гиенну, которая есть смерть вторая. Как Господь устами своими вдохнул дыхание жизни первого человека и он стал душой живою, так он духом уст своих убьет этого последнего Бога противника, причем убьет сразу. Смертью второй без смерти первой. Эта гиена смерть вторая есть огонь вечный уготованный дьяволу и ангелам его. Но столь усердствовали люди во грехах, что в лице антихриста и уже пророка попали туда ранее дьявола и бесов, которым это место предназначалось. Антихриста и уже пророк первые обитатели гиены таков своеобразный и ужасный конец зверя и его пророка обольстивших людей проповедью о совершеннейшем и прекраснейшем обществе, которое они обещали построить. Какова же участь несчастных обольщенных людей, а прочие убитый мечом стедящего на коне исходящим из уст его. Опять смотрите сходство антихрист нечестивый убит духом уст его, а его последователи жезлом или мечом уст его. Есть же это слово Божие, против чего боролись от того и погибнут. Но если антихрист и уже пророк гибнут от духа уст господних, через него притворяются тела, соответствующие гиении, и живые сходят туда, не претерпевая телесной смерти, то все проще убитые телесно. В долине Армагеддон они все погибают и, претерпев страшную смерть предстают на суд, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И пока души их в отчаянии и страхе ждут этого суда, который незамедлительно должен начаться, все птицы напитались их трупами. И неизвестно, какое зрелище более жутко. Мертвые для Бога души восставших на Творца или их жалкие обезображенные трупы, ставшие пищей хищных птиц. Это будет страшная трапеза, страшная вечеря Божия. Тогда скажет Господь, как говорил некогда через Исаию беззаконникам, вымедли меня в сытость, так будут они ему и ангелам его неприятны и мерзостны и мерзостны. Исаия 1.14 Доколе бывают птицы, трупы нечестивых богоборцев доклевывают, кончается последний день вселенной. Небо, звезды, земля, люди кончили свой земной путь. Открываются врата страшного суда. Но прежде, чем святому Иоану будет показан этот суд, ему показываются еще два других видения о тысячелетнем царстве Иогоге и Магоге. Глава двадцатая. Тысячелетнее царство. И увидел я ангела сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, исковал его на тысячу лет и низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Таково видение святого Иоанна о поражении сатаны и его тысячелетнем заключении. Причиной неправильного толкования этого видения является то, что некоторые толкователи ставят текст 20-й главы в непосредственную связь с 19-й главой и считают его продолжением ее. Для этого нет однако никакого основания, а разбор этого текста и других мест священного писания показывает полную неосновательность и ложность такого сопоставления. Святой Иоанн видит ангела сходящего с небес. Это великого совета ангел Исайя 9-6 Господь и ангел завета Малахи 3-1 Господь Иисус Христос именуется ангелом как посланник и вестник небес как ходатай нового завета то, что сходящий с небес ангел которого здесь видит святой Иоанн есть именно сам Иисус Христос видно из следующего во-первых Он имел ключ от бездны и мы уже видели что сам Господь говорит о себе имея ключ яда и смерти Он имеющий ключ Давыдов который отворяет и никто не затворит затворяет и никто не отворит ключи от ада и бездны никто не имеет кроме самого Христа сходившего в ад и пленившего плен во-вторых в отличие от звезды падшей с неба на землю в 9-1 который дан был ключ от кладези бездны этот ангел не получил от кого-то ключ от бездны но сам имел его а это приличествует только тому кто сам имеет всю власть над небом и адом перед именем которого преклонилась всякое колено небесных земных и преисподних самому Иисусу Христу в-третьих этот ангел изображается победителем сатаны а таковым явился Христос чтобы разрушить дела дьявола он отнял силу на части властей властно подверг их позору восторжествовав над ними собою дьявол сатана представляется как и в 12 главе в виде дракона змея древнего теперь мы можем подойти к одному из ключевых моментов толкования этого текста чтобы понять что такое святилетнее царство надо хорошо выяснить с какого события оно начинается стихи 1-й 3-й как раз это и описывает тысячелетие начинается с низложения сатаны христом описанного пятью выражениями он взял дракона второе исковал его и низверг его в бездну и заключил его и положил над ним печать о том когда все это произошло ясно говорит священное писание так в евангелии от матфея 12-29 сказано как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его господь Иисус Христос придя на землю через свое служение и учение через крестную смерть и воскресение расхитил вещи лукавого а значит прежде связал его для сего ты явился сын божий чтобы разрушить дела дьявола отняв силу начальств и властей властно подверг их позору восторжествовав над ними собою в первый раз Христос приходил на земли приняв плоть и кровь дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола сатана был полновластным владыкой земли но вот настал день голгофы день крестных страданий Христа и Господь говорит ныне суть миру сему ныне князь мира сего изгнан будет вон как ранее уже Господь говорил ученикам своим явился тону спадшего с неба как молнию все даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражию и ничто не повредит вам затрепетал сатана и все силы его когда увидели Христа на земле и дела его и вот они закричали что тебе до нас Иисус Сын Божий пришел ты сюда прежде времени мучить нас и они просили Иисуса чтобы не повелел им идти в бездну но скоро пришло время через крест бог ангелов согрешивших не пощадил но связав узами адского мрака предал блюсти на суд для наказания и ныне ангелов не сохранивших своего достоинства но оставивших свое жилище соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня а святой Ренели он пишет что в пришествие Христова дьявол в первый раз узнал что он осужден в бездну и в гиенну огненную и так Христос в первое свое пришествие в мир через крест отнял силу у сатаны лишил его державы смерти подверг позору и восторжествовал над ним изгнал и низверг его разрушил дела его связал узами адского мрака и заключил в бездну а именно это и означает символическое действие ангела над древним змеем в видении святого Иоанна после крестной смерти Христа и его славного воскресения сатана изнан из мира и не является более его князем его особое место пребывания теперь это бездна большая цепь в руке ангела Христа это связующее и удерживающее действие Божие над сатаною над низверженным и заключенным врагом рода человеческого положил Христос печать своего креста от которой трепещет вся сила вражия ей запечатлевается сатана в бездну и не запускается до души и тела человека этой печатью запечатлевается всякое священодействие отгоняющее и связывающее лукавую силу с другой стороны печать положенная над сатаною означает твердость охраны и что безволи положившего печать бездна содержащая сатану никем не может быть открыта таким образом тысячелетнее царство начнется не после второго пришествия Христова и великой скорби антихристовой как учат хилиасты но уже началась с первого пришествия Христова в мир Голгофа вот начало тысячелетнего царства в 11.7 сказано что по окончании свидетельства двух пророков Ильи и Иноха дьявол выйдет из бездны и в лесе антихриста победит их по учению сектантов сатана будет связан на тысячу лет и заключен в бездну после низложения антихриста спросим тогда как же он выйдет из бездны если он туда еще и не заключен и так ясно что сатана заключен в бездну по деятельности антихриста а до антихриста таким событием может быть только крестная смерть и воскресение спасителя на основании 11.7 ясно также что выходом сатаны из бездны на малое время ознаменована деятельность антихриста так искупительной жертвой Христовой сатана был связан и заключен в бездну дабы не прельщал уже народы но скажут многие разве он это разве дьявол не ходит как рыкающий лев ища кого поглотить разве не видимо ужасающие действия дьявола на мир основывая основываясь на подобных рассуждениях хилиасты утверждают что сейчас сатана свободен в будущем же будет связан на тысячу лет и тогда уже никого не будет прельщать ко греху но мы уже видели однозначное свидетельство священного писания о том что Христос через крест связал сатану и действительно после совершения Христом искупления людей в жизни народов все совершенно преобразилось выражение добы не прельщал не означает что никто не будет прельщаем ко греху слово добы означает намерение цель с подобным мы встречаемся в Иоанна 3.16 ибо так возлюбил Бог мир что отдал Сына Своего Единородного добы всякий верующий в Него не погиб но имел жизнь вечную для того чтобы верующие во Христа не погибли Он приходил в мир но мы знаем что не всякий говорящий мне Господи Господи войдет Царство Небесное но исполняющий воли Отца Моего Небесного то есть не всякий верующий во Христа спасется хотя и для этого приходил Христос намерение Бога не исполнено так как верующие не выполняют условия спасения так и в нашем выражении добы не прельщал указано намерение цель с которой сатана был связан но не выполняющие необходимые условия естественно подпадают обольщению сатаны однако если прежде никто не мог избежать сатанинского прельщения ибо сатана был князь века сего то теперь через спасительную печать креста Христова всякий может оградиться от сатаны ибо он связан так святой викторин пишет кто бодрствует в сердце против нечестивых обучаев тот есть священник Христов и по отношению к нему дьявол поистине связан дьявол ныне ходит как крикающий лев но как лев связанный и заключенный лев в клетке не менее свиреп чем на свободе льва заточает в клетку дабы никто не был им растерзан и люди находятся действительно в безопасности но неосторожно подходящие к самой клетке или входящие в него претерпевают от разъявенного льва не меньше вред чем если бы он был на свободе так и ныне люди сами приближающиеся к лукавому впадают в грех и искушение люди же прибегающие ко Христу имеющие его печать побеждает искусителя силой Христа и крови Христовой потому дерзновенно пишет святой апостол Ян мы знаем что всякие рожденные от Бога не грешит но рожденные от Бога хранит себя и лукавый не прикасается к нему верные понимают эти слова апостола ибо сподобляется пережить их на себе связанность сатаны практически можно обнаружить в таких трех явлениях во-первых явное уменьшение власти греха над верующим человеком мы видим как легко в Ветхом Завете даже праведники и угодники Божьи впадали в такие грехи от которых без особого труда бывают свободные рядовые христиане например святой царь Давид к нему приближается красивая женщина и он великий пророк и псалмопевец впадает в прелюбодеяние и убийство теперь же среди искренних верующих такие грехи почти не встречаются и это не потому что грех стал слабее или люди стали лучше сильнее и менее склонны ко греху дело совсем в другом сейчас сатана связан и верующий прибегающий в искушении ко Христу может его силой побеждать грех когда человек взирает на Христа то сатана бессилен обольщает он но не может обольстить теперь мы впадаем в грех только потому что сами не бодрствовали над собой и не прибегали ко Христу во вторых связанность сатаны видна из того что Господь дает своим последователям власть изгонять бесов врачевать больных воскрешать мертвых и даже прощать и оставлять грехи смотри Марк 16-17 Иоанна 20-23 и другие священно действует христианский священник и в бессильной злобе отступает связанный враг нисходит благодать если бы сатана не был связан то мог ли ему и его слугам человек приказывать мог ли его изгонять мог ли прощать грехи конечно нет жития святых вот вереница примеров победы человека силу Христовую над силами ада в третьих связание сатаны проявилось в уничтожении идолопоклонства язычники принося жертву приносят бесам а не Богу но вот явился Христос падает язычество а с ним и это поклонение сатане рушится царство сатаны на земле осуществлявшееся через шесть великих языческих царств окончилось это великое прещение народов древним змием царство Христово покоряет земли и народы так через крест Христов сатана был связан и заключен в бездну доколе не окончится тысяча лет Хилиаста утверждает что это будет тысячелетнее царство Христово на земле длящися буквально тысячу лет которое начнется после восхищения церкви и времени антихриста но это явно противоречит тому что тысячелетие начинается не после восхищения церкви а сразу после первого пришествия Христова после его искупительной жертвы на кресте к тому мы мы покажем что никакого предварительного воскресения мертвых восхищения церкви за тысячу лет до страшного суда вообще не будет следовательно сейчас и есть время тысячелетней связанности сатаны даже даже никакого основания не имеет мнения будто тысячелетние связанности сатаны нужно считать со времен воцарения Карла Великого 800 год до наполеоновского времени 1800 сатана был связан не при Карле Великом а при Христе на Голгофе в данном случае тысяча лет вовсе не надо разуметь как буквально тысячу лет как в священном писании так и в сегодняшней речи слово тысяча часто употребляется значение много мы часто пользуемся выражением в тысячу раз тысячекратно и подобное разумение число тысячу а большое количество множество часто встречаемся с таким выражением из священном писании я Господь творящий милость за тысячи родов любящим меня второзаконие 5.9 ибо предачами твоими тысяча лет как день вчерашний вечно помни завет свой слово которое заповедал в тысячу родов ты являешь милость тысячам Иеремия 32.18 Солом 144.8 у Господа один день как тысяча лет и тысяча лет как один день везде в этих местах число тысячу образно означает великое множество и то апостол Павел пишет вот теперь время благоприятное вот теперь день спасения не в будущем надо ожидать это время но оно вот теперь теперь день спасения который у Господа как тысяча лет также кроме множества лет число тысячи означает и число совершенно известное только самому Богу и определенное им для нашего спасения Андрей Кисарийский пишет тысяча лет называется время от воплощения до пришествия антихриста тысяча лет благоразумные понимать не как таковые именно количество лет но считать их или за многие годы или за число совершенное после же всего ему должно быть освобожденным на малое время когда кончится время благоприятное день спасения тысяча лет связанности сатаны тогда сатана снова будет отпущен и создаст свое седьмое царство на земле в лице антихриста снова утвердится культ сатаны но все это на малое время ибо ради избранных те дни на три с половиной года сократятся и тогда придет конец второе славное пришествие Христова всеобщее воскресение мертвых восхищение церкви страшный суд и кончины века и увидел я престолы и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие которые не поклонили зверю ни образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со Христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили доколе не окончатся тысячу лет это первое воскресенье блажен и свят имеющий участие в воскресении первым над ним смерть вторая не имеет власти но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ними тысячу лет и будут царствовать с ним тысячу лет сначала святой Ян описывает тех кто будет царствовать со Христом в этом царстве и увидел я престолы и сидящих на них которым дано было судить какие престолы увидел здесь святой Ян поскольку престолов несколько то нельзя здесь усматривать указания на престол Божий нет и указаний на прямую связь этих престолов с двадцать и четырьмя престолами старствах неоднократно виденных святым Яном в апоколитисе хотя и нельзя таковую связь отрицать неправомерно видеть сидящих на престолах и всех христиан которые по словам апостола Павла будут судить мир так как на этих престолах сидят не все христиане а только некоторые остальные же будут названы святым тайновидцем потом в первую очередь под сидящими на престолах следует разуметь святых апостолов так святой Андрей Кисарийский пишет что святым апостолам даны учительные престолы в которых просвещены были народы она они будут даны им и в будущем веке для осуждения отринувших евангельскую проповедь с апостольских престолов Иерусалима Антиохии Ефеса Александрии Рима были просвещены христианским учением народа мира а о будущем веке говорил Господь апостолам сядете и все вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых апостолам и другим равноапостольным просветителям и учителям народов преимущественно предоставлены эти небесные престолы им дано было судить в церкви судом церковным им дано было судить о истинных догматах и ересях об усыновлениях церковных они же своим учением и своей жизнью осудят в будущем веке не принявших истину и не ревновавших о благочестии другая группа царствовавших со Христом это души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли начертание на чело свое и на руку свою это мученики всех времен положившие жизнь свою за свидетельство своей веры в Иисуса и за проповедование Слова Божия особенно же подчеркнуто что это те которые не поклонились Антихристу ни иконе его не приняли печати его если не отделять краткое время царствования Антихриста 3,5 года от тысячелетнего царства Христова и считать что оно длится от времени основания церкви Христом до кончины века то здесь можно буквально разуметь тех мучеников которые пострадают при Антихристе подходя же строго к тексту необходимо отделять время Антихриста от времени тысячелетнего царства на это указывается дважды до коренья окончится тысяча лет после же сего ему сатане должно быть освобожденным на малое время и когда же окончится тысяча лет сатана будет освобожден тогда возникает вопрос как же будет царство в тысячелетнем царстве не принявшее Антихриста если он явится только по окончании этого царства ответ на этот вопрос мы можем извлечь из Евангелия и послания того же святого Иоанна Богослова если спастись можно только через Иисуса Христа ибо нет другого имени под небом данного человеком которому надлежало бы нам спастись то как могли спастись бесхозаветние праведники сам Господь об этом говорил так Авраам Отец ваш рад был увидеть день мой и увидел и возрадовался и далее прежде нежели был Авраам я есень то есть день Христов простирается на все времена и назад и вперед и Авраам исполняя тот ветхий закон фактически принял через это самого Христа и им был спасен так и об Антихристе святой Иоанн пишет дети последнее время и как вы слышали что придет Антихрист и теперь появилось много Антихристов то мы познаем из того что в последнее время так святой Иоанн в самом начале времени благоприятного мог писать о его конце как о чем-то уже наступившем Антихрист человек греха еще не пришел еще не установил своей иконы и не начал запечатлевать своих подданных но уже теперь много Антихристов и последнее время так что со времен Христа и апостолов все не поклонившиеся этому лжехристам и лжепророкам все отвергшиеся мерзкого идолослужения и всякого безбожия и греха все сохранившие в челе своем правые мысли и творившие руками своими правые дела уже фактически не поклонились зверю ни образу его и не приняли на черта ни на чело свое и на руку свою таким образом в этой второй группе виденных святым Яном можно разуметь всех христианских мучеников времени благодати всякий мученик отрекаясь от мира греха и сатаны и умирая за Христа уже фактически не склонил своих колен перед грядущим антихристом и не принял его печати и я видел пишет святой Ян душ обезглавленных этим подчеркивается что он видит этих людей когда их души отделенные от тел тела обезглавлены и мертвы души же пребывают у Бога то есть люди эти не пережили еще телесного воскресения и души еще не соединились со своими телами они ожили и царствовали со Христом тысячу лет прочие же из умерших не ожили доколе не окончатся тысячи лет это первое воскресение на основании этих слов Хелиаста выдвигает свои два лжеучения первое о том что перед кончиной века примерно за тысячу лет до страшного суда будет предварительное или первое воскресение из мертвых всех праведников а грешники воскреснут только через тысячу лет в последний день чтобы предстать на страшный суд второе лжеучение о том что будет видимое царство Христа на земле в котором он будет царствовать вместе со святыми разберем эти два учения ложность священия Хелиастов о двух воскресениях из мертвых и о предварительном за тысячу лет до кончины века восхищения церкви видна из следующего первое нет ни одного места священного писания где бы было сказано что восхищение церкви будет не в последний день при пришествии Христовым на суд а также нет ни одного места о том что воскресение праведников и грешников будет не одновременно в последний день и во-вторых укажем на нелепый вывод которому приводят учения Хелиастов усиленно распространенные ныне во многих сектах по их учению получается что должно быть четыре пришествия Христа и три воскресения первое когда Христос пришел в мир через деву чтобы спасти людей второе когда Христос невидимо для мира придет чтобы восхитить церковь тогда воскрес он только праведное это будет первое воскресение тогда воцарится Антихрист но он будет уничтожен через пришествие Христова как сказано что Антихриста Господь Иисус убьет духом Уз своих и истребит явлением пришествия своего подробно поражение Антихриста через пришествие Христова описано в 19 главе Апокалипсиса это будет уже третье пришествие Христова при этом произойдет и второе воскресение мертвых для тысячелетнего царства они ожили царствовали со Христом тысячу лет воскреснут опять-таки только праведные ибо проще из умерших не ожили доколе не окончится тысяча лет и в четвертый раз Христос придет на землю после тысячелетнего царства чтобы совершить суд тогда только воскреснут грешники это будет третье воскресение из мертвых так не слишком не нелепо и надумано учение о четырех пришествиях и трех воскресениях и третье Священное Писание говорит только о двух пришествиях Христовых первом чтобы спасти мир и втором для суда над миром Христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его воспасения пересказано ибо не послал Бог Сына Своего в мир чтобы судить мир но чтобы мир спасен был через него и там и там речь только о двух пришествиях для спасения и для суда не сначала праведники будут прославлены и вознаграждены а потом через тысячу лет наказаны грешники но приедет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими и тогда воздаст каждому по делам его то есть одновременно получат воздаяние и праведное и грешное причем здесь и ясно сказано что для праведных он придет во славе а не тайно и невидимо для мира еще сказано когда же приидет Сын человеческий во славе своей и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей и соберутся при ним все народы и отделит одних от других как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую свою сторону а козлов по левую опять мы видим что не отдельно будет приходить Христос для праведных и для грешных а один раз для тех и других когда он придет то среди народа будут и те и другие и только тогда их разделят и опять сказано что для праведных он принят во славе а не тайно и невидимо спросим хелиастов о каком пришествии Христовым сказано в Матфея 25 31 если это о восхищении церкви то как же грешники предстают перед Христом ведь он явится невидимым для них если о следующем его пришествии перед тысячелетним царством для поражения антихриста то во-первых откуда праведники ведь они уже ранее восхищены и как грешники посылаются в Гиену в огонь вечный если им еще только через тысячу лет надбежит воскреснуть и пристать перед страшным судом не могут ведь они за тысячу лет до страшного суда попасть в Гиену если это о последнем пришествии на страшном суде суд то как на него попали праведники уже давно воскресшие восхищенные на небо и соединившиеся со Христом да и что за тысячелетнее царство благоденствие в котором есть голодные ноги больные и даже темницы на последний вопрос могут возразить только тем что после тысячелетнего царства будет еще восстание Гога и Магога и тогда опять будут праведные и грешные таким образом все эти слова Христа Матфея 25 31 надо относить не к людям всех времен а только к тем что будут при восстании Гога и Магога к таким нелепым выводам должны прийти хилиасты остается еще их спросить почему же они сами все-таки в своих проповедях применяют эти слова Христа к ныне живущим верующим и совсем не думают что это будут только те пригоги и Магоги так из простых слов Христа в своем пришествии на суд они настраивают такие запутанные и противоречивые системы о которых вовсе ничего не знает и не говорит священное писание и во всех этих рассуждениях особенно умудряются сегодня баптисты пятидесятники адвентисты о том что будет только одно пришествие Христа на суд а праведники и грешники вместе будут на земле до этого дня ясно говорит притча о плевелах на поле Матфея 13.24 38.43 в ней праведники изображены как пшеница а неправедные как плевелы и сказано оставьте расти то и другое вместе до жатвы а жатва есть кончина века таким образом никакого предварительного восхищения праведных не будет и вместе все будут на земле до пришествия сына человеческого в кончину века вопреки словам Христа сектанты не оставляют пшеницу и плевелы расти вместе до кончины века но собирает пшеницу на тысячу лет ранее к тому же жнецам ангелам будет сказано соберите прежде плевелы бакисты же собирают наоборот пшеницу на тысячу лет прежде плевел и в четвертых священное писание ясно учит что церковь будет на земле до кончины века и не будет взята с земли на тысячу лет ранее тем более не будет взято ранее пришествие антихриста это мы уже видели в притче о плевелах на поле где сказано что пшеница сына царствия будет до жатвы которая есть кончина века также господь прощаясь со своими учениками перед вознесением на небо сказал им все я с вами во все дни до скончания века то есть церковь будет на земле до скончания века и господь обещает никогда не покидать своих учеников пока он не придет за ними в кончину века а не на тысячу лет ранее сказано также о таинстве святой евхаристии ибо всякий раз когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию смерть господню возвещаете доколе он придет а придет он мы уже видели еще только один раз в кончину века значит до кончины века будет церковь будет апостольское священство будут совершаться святые таинства о том что церковь не будет восхищена до царствования антихриста ясно говорят все те места священного писания где описана борьба антихриста с церковью и со святыми 12.4 13.7 о том что пришествия христова не будет прежде антихриста как учат ныне сектанты ясно пишет святой апостол павел молим вас братья пришествии господа нашего иисуса христа и нашем собрании к нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа ни от слова ни от послания как бы нами посланного будто уже наступает день христов да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет да коли не придет прежде отступления и не откроется человек греха сын погибели антихрист здесь апостол днем христовом называет пришествие христа и собрание верных к нему то есть то что сектанты называют восхищением церкви так вот святой апостол убедительно просит и умоляет не верить тем кто утверждает как нынешние сектанты баптисты что это будет прежде антихриста нет прежде пишет он откроется антихрист у чащих же подобное он прямо называет обольстителями обольстит а остается только удивляться тому как люди читая этот текст продолжают говорить о предварительном восхищении церкви воистину это уже не заблуждение а обольщение священное писание учит также что будет только одно общее воскресение из мертвых всех людей и праведных и грешников и будет оно в последний день в кончину века никакого же воскресения праведников за тысячу лет до воскресения грешников и кончины мира не будет об этом говорят уже рассмотрены нами слова Христа в Матфея 13.24 25.31 кроме того об этом Спаситель говорил еще так ибо наступает время в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изынут творившее добро воскресение жизни а делавшее зло воскресение осуждения не говорится о разных временах воскресения для делавших добро и для делавших зло но говорится о времени в которой воскреснут те и другие то что отдельно называется воскресение жизни и воскресение осуждения говорит о разных не о разных их временах а о разных качествах одни воскреснут для жизни на небе и получат соответственные тела Хилипийском 3.21 а другие воскреснут для осуждения в огонь гиенны и получат соответственно тому тела так и сказано что многие спящих в прахе земли пробудятся одни для жизни вечны другие на вечное поругание и посрамление об этом же говорит такое место Данимила 12.2 особенно ясно учил Иисус Христос об одном общем воскресении всех и праведных и грешных в своей речи о небесном хлебе жизни Будут ли еще дни после последнего дня потому и называется последний день что после него дней уже не будет так вот Христос учит что все праведники воскреснут не за тысячу лет до последнего дня а именно в последний день воля же пославшего меня отца есть та чтобы из того что он мне дал ничего не погубить но все то воскресить в последний день еще воля пославшего меня есть та чтобы всякий видящий сына и верующий в него имел жизнь вечную и я воскрешу его в последний день еще никто не может прийти ко мне если не привлечет его отец пославший меня и я воскрешу его в последний день еще едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную и я воскрешу его в последний день Иоанна 6, 39, 40, 44, 54 О том, что именно так и поняли ученики Христа, что праведники воскреснут в последний день, а не за тысячу лет до него, мы видим из случая, когда Христос пришел в Ефанию, в дом умершего Лазаря, и сказал сестре его, Марфе, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иоанна 11, 24 Так Церковь и верует в одно общее воскресенье всех в последний день. Как же должно разумеется слово Иоанна, святого, об оживших для тысячелетнего царства, первым воскресеньем? Из всего вышерассмотренного ясно видно, что нельзя понимать так, будто было два или более разделенных по времени телесных воскресений. Некоторым указанием к разумению того, что есть первое воскресенье, служит другое выражение апокалипсиса, смерть вторая, которая и есть гиенно-огненная. Как ясно, что нет двух разделенных во времени телесных смертей, так и не будет двух воскресений тел. Речь же идет о первом и втором в качественном смысле. Первое воскресенье есть оживление от первой смерти, а второй смерти подвергается не восставшее первым воскресеньем от первой смерти. Святой Андрей Кисарийский так пишет об этом. Из Божественного Писания мы знаем, что есть две жизни и два умерщвления, то есть смерти. Первая жизнь за преступление заповеди, временная и плотская. Вторая же по соблюдению Божественных заповедей, обещанная святым, жизнь вечная. Соответственность ему есть и два рода смерти, одна плотская и временная, а другая посылаемая в будущем в наказание за грехи, вечная, то есть гиенно-огненная. Имеем также различие между мертвыми, одних о которых сказал Исайя, что они не оживут, 26.14, и которые своими делами приносят зловоние и умерщвление, нужно избегать. Других же умерщвляющих во Христе помышления плоти, с распинающихся Христу и мертвых для мира, должно восхвалять. Явное и достойное сожаление суть мертвецы тех, которые не спогреблись Христу и не воскресли с Ним в крещении, но пребывают в греховной мертвенности, они не оживут с Ним, пока не пройдет тысяча лет, то есть совершенное число лет, продолжающиеся, как вы же упомянуто, с первого его пришествия до славного явления второго, но как родившиеся от земли, а не от Духа в землю, и возвратятся. Ибо их смерть – начало их будущих мучений, а принимавшие участие в первом воскресении, то есть в восстании от умерщвляющих помышлений и мертвых деяний, суть блаженна, ибо они не испытывают второй смерти или бесконечных мучений. О первом воскресении от первой смерти так пишет святой апостол Павел «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе» Эфесянам 2.5 и в другом месте «Посему сказано, встань спящий и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос» Эфесянам 5.14 О первом духовном воскресении в Таинстве Святого Крещения так сказано «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли веруя в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, оживил вместе с Ним. Прости в нам все грехи». Об этом же говорил и Отец блудного сына. Сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. А Сам Господь Иисус Христос говорил об этом так «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5.24 «Прочие же из умерших не ожили». Это не родившиеся свыше, не уверовавшие во Христа, не омывшиеся кровью Христовой и не воскресшие для новой жизни через Таинство Крещения. Это пребывающие в мертвых делах века сего. Это мертвые для Бога души. Следует еще обратить внимание, что рассматриваем нами тексты Апокалипсиса, стих 4, слова «они ожили» стоят в явной связи и как противопоставление словам души обезглавленных. То есть в этом оживлении речь идет не только о духовном воскресении от мертвых дел в Таинстве Крещения, но и об оживлении от обезглавления. При этом не должно разуметь воскресение тела, которое произойдет, как мы видели, в последний день. О мучениках и усопших святых же сказано, что все сии свидетельствованные в вере не получили обещанного, в том числе и воскрешенного тела, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Также святой Иоанн видит тела обезглавленных и не говорит, что тела воскресли, а они обезглавленные ушли в землю, как и сказано, что возвратится прах в землю. Ожившими святой Таинозвителю являются только души обезглавленных, как опять-таки говорит Экклесиас об умерших, что дух возвратится к Богу, который дал его. О праведном нищем Лазаре, так сказал Господь, умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Это и есть завершение первого воскресения, когда душа, воскресшая верой в святом крещении, по разделению с телом, идет к Богу Налона Авраамова, и там, в непосредственной близости к Богу, ожидая всеобщего второго воскресения, своего соединения с прославленным телом и вечного царства славы. Душа переходит из греховной земной жизни, из своей телесной обители в вечные обители Отца Небесного. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И разбойнику на кресте было сказано «Ныне будешь со мною в раю». Это видение соответствует и тому, что святой Иоанн еще ранее увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. А слова «прочие же из умерших не ожили» означают, что неродившиеся свыше от Духа Божия люди после телесной смерти сходят в ад в места мучительные, предвкушая вечные муки. Так сказано о богаче. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. Это есть некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Итак, можно подытожить сказанное о первой смерти и первом воскресении. В первой смерти через грех человек разделяется с Богом. Душа, теряя свет и истину, впадает в грехи. Тело ослабевает, болеет и умирает. В первом воскресении души через веру и святые таинства воскресает от грехов и обретает душа дар божественной вечной жизни. По смерти тела она переходит в небесные обители Бога и блаженствует с ним. Теперь остановимся еще на вопросе лжеучения Хилиазма о видимом земном царстве Христа, основываемое на словах «И царствовали со Христом тысячу лет». То, что такого видимого тысячелетнего царства на землю не будет, следует из того, что, как мы видим, будет еще только одно пришествие Христова на суд и одно всеобщее воскресение всех. Кроме того, это следует из следующего. Если такое царство должно наступить, то почему об этом ничего не говорил Христос и ничего не говорили апостолы? Почему об этом совершенно молчат Евангелие и все апостольские послания? Почему на это нигде даже не намекается в эсхатологических речах спасителей и апостолов? «Земное царство Мессии ожидали иудеи, ложное истолковое ветхозаветнее пророчество о Мессии и его царстве. Они чаяли земного владыку, который освободит их от римского ига и утвердит их царство над всеми народами. От этого мнения первоначально не были свободны даже ученики Христа, а так они говорили, а мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Это мнение иудеевы привело к тому, что они не приняли Христа, утверждавшего духовное царство. Христос прилагал много усилий, чтобы разрушить эту ложную веру в грядущее земное царство Божие и утвердить веру в царство духовное. Об этом пишет Евангелист Лука. «Был же спрошен фарисеями, когда придет царствие Божие?» Отвечал им. «Не придет царствие Божие приметным образом» и не скажет «вот оно здесь» или «вот там», ибо «вот царствие Божие внутрь вас есть» Лука 17, 21. Остается только удивляться, как можно, веруя словам Христа, не придет царствие Божие приметным образом. Все-таки продолжать утверждать, что оно придет приметным образом на тысячу лет. О том, что есть в царстве Божие, ясно и многообразно учит Священное Писание. Так Господь говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть, и царство мое не от мира сего». Как баптисты говорят, что оно будет от мира сего? А апостол Павел так пишет, «Ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». И рассматривая нами текст 21-6, не дает никаких оснований считать Царство Христово недуховным, но видимым и приметным. Об этом не сказано ничего. «Христос на кресте связал сатану, изгнал его, как князя века сего, и основал свое духовное царство на земле, свою святую церковь». Теперь от пришествия Христа на крест и до явления Антихриста время духовного царства Христова. Каждый может принять это царство в свое сердце, внутрь себя и царствовать со Христом над грехами и всей вражией и силою. «Сейчас время благодати, день спасения, царство Христово в сердцах людей», так и святой Андрей Кисарийский говорит. «Мы принимаем и считаем тысячу лет за время евангельской проповеди». С возгласом «Христос царствует!» Умирали первохристианские мученики на аренах амфитеатров. В кончину же века на краткое время сатана еще раз будет отпущен и утвердит свое царство в лице Антихриста. Священное Писание знает таким образом только две, а не три фазы Царствия Божия. Во-первых, невидимое духовное царство Христово в сердцах людей, которое и есть сейчас. И во-вторых, вечное царство славы, которое наступит со вторым пришествием Христовым и кончиной века. Об этом так сказано. «И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Петр говорит, святой апостол, что через утверждение веры откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, 2 Петра 1.11. Царство же, которое будет не вечно, а временно, на тысячу лет, неизвестно священному Писанию. Иудеи, ожидая установления видимого царства Мессии, не приняли Мессию, установившего духовное царство. Придет лже-мессия и создаст царство видимое. Не примут ли его филиасты, баптисты, пятидесятники? Не скажут ли это то, что мы давно ожидали? Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Человек, духовно родившийся и воскресший от мертвых дел, блажен. Об этом особенно говорит Господь в своей нагорной проповеди. Блажен и нищий духом, блажен и плачущие, кроткие, блажен и чистые сердцем и так далее. Когда душа воскресает для Бога, то испытывает великое и небесное блаженство. Когда же душа расстается с телом и переходит в небесное, то это блаженство еще усугубляется, как и... Субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и целледно боевые достätной дохождении Продолжение следует...